Миш, ну давай начнем издалека, пожалуйста. Вспомни, ты родился в городе Курск, вспомни свое детство, как начал играть в футбол, почему начал играть в футбол, вот с чего вообще все началось у тебя? Ну вообще у меня достаточно футбольная семья, и старший брат играет в Ростове, и младший потихоньку пытается начать свою карьеру, так сказать. Вообще, ну, папа повел меня на футбол в возрасте пяти лет, так-то особо я не понимал, что я это хочу, не хочу, вот, со временем просто, скажем, годом все больше нравилось, 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 и на самом деле папа очень много сделал для этого. У нас во дворе он сделал такой, так скажем, пряжный футбол, поставил двое ворот, завез пару камазов песка, вот, и мы каждый день приходили с ребятами и играли в футбол по три, по четыре часа, неважно, днем, утром, вечером, вот, играли и наслаждались жизнью. Пляжный футбол в нашей стране, вид спорта уникальный, мы, Бур-Россия является трехкратным чемпионом мира, поэтому виду спорта не было ли у тебя мысли, может быть, в пляжку податься, если ты вообще следил как-то за успехами команды? Ну, как-то за пляжным футболом я особо не следил, я в основном следил за такими командами, как там Реал Мадрид и так далее, но вообще самый любимый клуб это Челси, за которым я там следил, каждый матч смотрел, прям фанател по нему. И любил очень игрока Фрэнк Лэмпорт, вот, прям любил, следил за ним. Вернемся, отмотаем назад, во дворе начал делать свои первые шаги, как развивалась дальше твоя карьера футбольная? Дальше попал в Академию Авангард, вот, там пробыл до 13 лет, вот, позвали на просмотр в Локомотив, в первый раз не получилось, приехал потом еще через полгода, вот, и потом взяли, все. Футбольное детство свое помнишь? Как оно вообще складывалось? Сразу у тебя все получалось или были какие-то сложности, может быть? Ну, конечно, сразу все не получалось. Тоже, опять же, благодарен папе, то, что он отдельно, как и со мной, так и с братом, ну, как и с младшим братом, вот, выходил на поле, вот, дополнительно там занимались, обыгрывали фишки, били поворотом, вот. И, ну, конечно, с самого начала что-то будет не получаться, главное стараться и работать дальше. Как выбирал позицию на поле, как вообще складывалось, что тебе нравилось? Забивать, обороняться, может быть, были мысли быть вратарем? Ну, если честно, я позицию не выбирал особо, у меня тренер в авангарде поставил меня в центрополе, потому что я так-то был без особой скорости, вот, но умел убирать мяч. По детству это тоже надо было делать, вот, и все понравилось, и играю так с того времени, не жалуюсь. Футбол и школа, как складывалось эти отношения? Тяжело было тебе совмещать футбол и образование? Ну, понятное дело, там, начальные классы не тяжело, это… начальные классы не тяжело, так все как-то легко проходило. А вот дальше с взрослой школой начинались проблемы, там, и бывали такие моменты, что по станевке приходил уставший, у меня было сил, и мама будила меня, там, в 6.37 перед школой, там, доделывала русский, писала это сочинение. Ну, тяжеловато было. Потом, когда уже поехал, там, на просмотр «Локомотив», понятное дело, что-то упускал, и из-за турниров с авангардом упускал многие темы. Какие были любимые, нелюбимые предметы в школе? Ну, я очень любил математику, любил, но вот когда начал пропускать, мне тяжело, далась геометрия, очень. Я пропустил там, что ли, темы три, там, прямо турнир, турнир, турнир был, и я пропустил, и тяжело было. Я потом как-то не наладил отношения с геометрией, и так у меня, естественно, неплохая осталась. Ты переезд в Москву, в Академию, как складывалось, переехал-то ли один, или кто-то с тобой в Москву приехал? Ну, я, когда попал «Локомотив», у меня еще брат играл за «Локомотив» на то время, вот, и коллектив в моем году, 2005-го года, команда, очень хороший, очень хороший коллектив был. Вот, и как-то все быстро приняли меня, мы там как-то наладили быстрое отношение друг с другом, вот, и до сих пор общаемся, там даже парни, которые уже не в «Локомотиве», мы хорошо общаемся друг с другом. переписываемся. Ну, очень хороший год, и помог, конечно, брат тоже помог в плане освоиться и так далее. Как в целом складывалась твоя жизнь в Академии «Локомотива»? Ну, в игровом плане или… В любом, в жизненном, игровом. Ну, в жизненном. Воспитательницы, конечно, поначалу строго ко мне относились, там, потому что нет да нет, но там разгильдяйство присутствовало, так как еще ребенок был. Вот. Ну, с каждым годом все легче было, любили больше выступательницы меня и хорошо относились как я к ним, так и они ко мне до сих пор. Вот. А в футбольном? Ну, в футбольном плане тяжело это было, потому что не могли найти позицию. Мне я то опорного играл, то инсайда, то вообще крайне нападающего играл пару игр. Ну, как-то вот этот период полгода прошел, достаточно тяжело, а дальше уже все-таки освоился на позиции опорного полуощадника и пошло, 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 пошло. То есть я правильно тебя понимаю, что комфортно тебе играть именно опорника? Ну, мне комфортно играть в центре поля вообще, везде, в атаке, в опорного, без разницы. Одним из твоих первых крупных соревнований стала юношеская футбольная лига, это, в принципе, российское футбольное новое соревнование. Как оно сложилось для тебя? Расскажи о том, как вот в целом этот сезон для тебя первый дебютный получился там. Ну, первый получился достаточно хорошо, так как он стал чемпионским для нас. Вот. Но опять же, все складывалось из некоторых факторов, которые, ну, неотъемлены были. Коллектив в команде, отношение к делу в команде, все отдавались каждой игре, каждой тренировке. Настроение в команде присутствовало хорошее. Вот. И это было благодаря игрокам, тренерам. Все это складывалось в общую картину. И впечатления положительные от первого сезона в UFL. У тебя довольно стремительно развивается карьера. Еще недавно ты, казалось бы, был в Академии, в юношеской футбольной лиге, а сейчас уже на сборах с основной командой. Голова не скружилась от такого быстрого развития событий? Ну, если честно, чуть-чуть было, когда только вызывали в основную команду. Я там месяц примерно потренировался где-то, потом снова спустили в молодежную команду и чуть-чуть, так сказать, завихрения были. Но, слава богу, нашлись те люди, которые сказали, ну, спокойно, паренек, все нормально, ты еще ничего не сделал. Ну, я это самое главное понимал, но как-то неконтролируемые немножко были такие моменты. Ну, а так, в данный момент нет никаких завихрений. Главное, работать, доказывать и шаг за шагом становиться лучше. Кто эти люди, кто наставил тебя на правильный путь? Семья, конечно, друзья тоже там некоторые. Но в основном семья, папа, мама, брат еще. Ну, младший брат особо нет, сестра старшая, да. Вот, они как-то коллективно мне помогали с этим справиться. Ты с папой по поводу своих игр общаешься, если да, то обсуждаете, критикуете или подбадриваете, что происходит? Ну, да, разговариваем, конечно, после каждой игры он смотрит. Но как-то положительных моментов от папы там особо не дождемся. Он в основном видит только критику, чтобы я становился лучше, примечал эти моменты и становился лучше. Ну, я к этому положительно отношусь, потому что я-то хочу посмотреть, что я там сделал полезного на поле, а папа смотрит те моменты, которые мне надо улучшить. И я слушаю его и делаю выводы. Вроде как пока получается. Если говорить о том, что нужно лучше, то сам со стороны, если взглянуть, то что бы в своей игре ты хотел улучшить? Ну, мы с папой не раз примечали, что вот именно оценка игровой ситуации у меня чуть хромает, потому что посмотреть перед приемом лишний раз никогда не будет лишним. Я сам тоже замечаю, что иногда так просто принимаю, а потом уже смотрю, кому отдать пас. В основном на этом нацеливаем. Пытаемся, пытаемся, будем работать над этим. Эти сборы самые тяжелые в твоей жизни? Однозначно. Как ты их, соответственно, переносишь? Многие нагрузки сумасшедшие и вообще в целом как для тебя эти сборы практически уже прошли? Ну, первые сборы были очень тяжелые, потому что была такая объемная работа каждый день. Вот, опять же, помогала семья тоже, вот именно подбадривала, типа, ничего страшного, организм привыкнет, близкие люди тоже помогали мне. Вот, ну, опять же, это такой переходный этап с молодежного футбола во взрослую. Ну, каждый это говорит, я вот с Темой Карпукасом тоже общался. Ну, он говорил, что очень тяжело. У него такой же этап в карьере получился, что он там вообще моментально перешел в основной состав и начал сразу играть. Он говорил, что очень тяжело, и я понял, что он ощущал на то время. Кто в нашей команде тебе больше всего помогает с точки зрения совета? Кому ты чаще всего обращаешься в какой-то ситуации, с кем советуешься? Ну, в команде особо так вот кому-то там подойти. И попросить совет, такого особо нет. То, что я слушаю, что мне говорят более опытные футболисты, это однозначно. Так же, как, ну, капитан наш, Дим Баринов, он в основном во время игры помогает. Вот, и Жуоглядов, Нинахов, вот, линия защиты. Тоже слушаю их. Ну, такие наставления дают, которые, ну, нужны. Понятное дело, нужны, чтобы я в стрессовых ситуациях там особо не терялся. А ты сейчас не теряешься на поле, вот выходя? Ну, опять же, были не официальные матчи, а матчи на сборах, на которых, ну, нет такого давления. И я выходил спокойно достаточно. Потому что у нас на тренировках и на играх почти одинаковые скорости. И я вот как-то приноровился. После сборов у нас будет два важнейших матча в Кубке России. Соперник довольно мастеровитый, сильный, серьезный. Московский «Спартак», представь себе картину. Ты выходишь на поле, коленки будут трястись? Ну, честно, конечно, будет какое-то волнение, скорее всего, внутреннее. Ну, чтобы коленки тряслись, не знаю, я не могу сказать. Опять же, там, скорее всего, на кубковом матче будут полные трибуны. Вот. Ну, опять же, мне кажется, команда поможет, если я выйду, и все будет нормально. Просто, ну, что бояться? Опять же, ты сделаешь ошибку сейчас или потом. Ну, главное, не бояться ошибиться. Ошибается, не ошибается тот, кто ничего не делает. Справедливо. Недавно в «Локмотиве» сменился тренерский штаб. Прошел довольно короткий период времени. Успел ли ты уже понять требования Михаила Бултьева на его штабе? И в чем они заключаются? Ну, требования, во-первых, они ко всем одинаковые. Вот. И, ну, я думаю, понял, да. Потому что мы должны играть в такой агрессивный, цепкий футбол. На высоких скоростях. И не бояться играть с мячом. А наоборот, брать инициативу на себя в каждой игре. И играть с стороны доминирования. Твой брат тренировался под началом Михаила Галатюна в молодежной сборной. И когда Михаил Михайлович пришел в «Локмотиве», ты звонил брату, спрашивал, ну, какой он, какой он? Ну, прям таких моментов, чтобы какой он, какой он не было. Просто брат сказал, что хороший, грамотный тренер. Вот. И сказал слушать требования и выполнять их, стараться выполнять их. После «Спартака» возобновляется чемпионат России. Одним из следующих соперников будет Ростов. Смоделировать ситуацию, выходишь на поле ты и на поле твой брат. Как ты себе это представляешь? Да, ну, понятно, я думал, что такая ситуация, возможно, будет и когда-то. Вот. Ну, наверное, я буду невероятно счастлив, во-первых, выйти на поле. Как в одной команде, так и в разных командах с братом. Вот. Ну, опять же, он будет мой соперник, я буду его соперник. Будем играть на победу для каждой команды и биться, рубиться. А после игры уже поговорим, поболтаем. Допустим, ситуация, вы оба бежите к этому мячу и расстояние у вас одинаковое. Ты сделаешь скидку, что это брат, или скидок для брата не будет? Ну, знаете, мы оба такие характерные парни, которые жадные до мяча и очень эмоциональны на футбольном поле. Я думаю, ни у него, ни у меня не возникнет этой мысли уступить кому-то мяч. Вот, мы будем бороться за каждый мяч и, несмотря на то, что мы братья, мы все понимаем, что на футбольном поле мы должны доказывать. А после, опять же, после игры мы за пределами стадиона там уже поболтаем, все выясним. В ходе сборов, наверное, кажется, общался с братом, что обсуждали, обменивались каким-то опытом, может, какие-то советы друг к другу давали? Ну, во-первых, у нас были тяжелые сборы, у них тоже, я думаю, уверен, не легче были. И поначалу особо так не общались, потому что восстановление – это, во-первых, превыше всего. Вот. И у него были двухразовые, у меня были двухразовые. И особо так не общались там с родителями позвонить, пообщаться. И удалось спать, готовиться к следующему дню. Так, после дебютного гола моего, опять же, Кирилл написал, поздравил. Говорит, молодец, давай так же. И самое главное, опять, ну, такое выражение – не зазнавайся. Я все понимаю, что надо дальше работать и стараться приносить результат команде, если я буду на футбольном поле. Давай немножко, на отвлеченной с картином поговорим. Расскажи немножко о себе, какие у тебя влечения есть. Я понимаю, что основное время и всю практически твою жизнь – это футбол, но все-таки не футбол, мы едины. Что еще у тебя есть помимо футбола? Ну, я такой, знаете, домашний паренек. Я не люблю там тусовки там и так далее, это не мое. Я вот люблю дома сидеть, киношку посмотреть, сериальчики. Еще такая тема, что я люблю пересматривать сериал там по два-по три раза, если он мне понравился. Вот так у меня было с «Ведьмаком», с осорными козырьками. Вот я прям сидел там по два-по три раза. Мне так интересно было еще самое главное. Вот. Ну, когда свободное время есть, я тоже стараюсь заниматься дома. вот, потому что нет предела совершенства, как говорится. Вот. И вот девушка заставила читать книги. Ну как, я просто читал книги, которые, ну, так скажем, неинтересны мне были. Вот. И я особо там долго их читал. А сейчас я, как любитель «Гарри Поттера», как многие люди, вот, начал читать «Гарри Поттера». Вот самую первую часть. Ну, что могу сказать. Там больше рассказывается. Советую всем почитать, а не посмотреть еще раз фильм. Потому что, ну, там, по правде, много шире описывается, что там происходит. Один из известнейших сериалов на весь мир, который очень дико популярный. «Игра престолов» смотрел. Знаете, мне прям, как, мне советовали многие посмотреть, потому что это такой любимый жанр мой, там, это фантастика, экшен, вот это прям люблю я. Ну, как-то я так подумал, сколько там сезонов, сколько там серий, сколько они длятся. Как-то пока тяжеловато к этому прийти. А на сборах как время коротаешь, когда «Свободный» появляется? Ну, на первых сборах я там вообще почти бессил был. Просто там с родителями, с близкими пообщался. Вторые сборы, ну, там, компьютерные игры, там, понятное дело. А сейчас уже чуть-чуть надоели. Я так иногда, опять же, смотрю там английский, стараюсь учить. Ну, мне тяжеловато, потому что чуть-чуть скучно. Если как-то, ну, у меня есть к этому интерес, но когда я начинаю смотреть, вот, как-то потом спать хочется. Расскажи про музыкальные предпочтения. Музыкальные предпочтения, ну, честно сказать, ну, нет их прям вообще. Я вот такой человек, который любую музыку слушать. Но очень люблю «Мияги» и «Геншпиль», это, там, это вообще, это классика. Люблю, ну, что вам сказать еще. «Лизера» иногда слушаю. Вот сейчас даже, наверное, в последнее время чаще стал слушать. Ну, много веселых песен. Ну, такой еще человек, что, там, всякие старые песни, там, «Руки вверх», люблю послушать, там, «Белая ночь», там, вот такие песни. Да, иногда настроение такое появляется, что грех не послушать. То есть плейлист нашего администратора Романа Михайловича Заикина тебе прям заходит? Мне заходит. Я каждую песню пою, я, там, пол текста, ну, точно знаю. От музыки перейдем к кухне. Какую кухню ты предпочитаешь? Кухню, да, честно, я тоже в этом не привередливый, потому что, ну, мамины салатики, да, люблю, но, опять же, сейчас нельзя над жировой следить, вот. Ну, очень люблю, наверное, больше, ближе к итальянской, там, всякие пасты, это прям топ. Это прям… Путешествовать любишь? Путешествовать, ну, путешествия особо такого сейчас нет, потому что полгода ты находишься в расположении клуба, тренируешься, работаешь, играешь. Потом просто хочется проводить время с близкими, там, две-три недели, которые тебе дается, вот, в этот отпуск, ты находишься с родителями, с близкими, с родителями, с братом, с сестрой, вот. И, как бы, набираешь сил, и с новыми силами идешь опять в бой. А есть страна, в которой бы хотелось бы тебе побывать? Вот. Очень сильно хотелось бы смотреть. Ну, наверное, я бы хотел во Францию слетать. Почему? Ну, манит, это, конечно, башня она меня, манит, манит. Давай о твоих футбольных предпочтениях поговорим чуть-чуть. За кого ты болел в детстве, кто тебя вдохновлял? Ну, как я сказал, фанател по футбольному клубу Челси, да и сейчас болею, конечно, сейчас у них, конечно, не супер складывается, но все равно болею, продолжаю, смотрю матчи. Вот. Ну, фанател по игрокам, как Лэмпорт, Хави, Ньеста, понятное дело, это вообще топ. Сейчас очень пристально смотрю, как играет Модрич. Очень нравится, топ-футболист. Прям все умеет на футбольном поле. Из российских футболистов ты называл много тех известных имен, играющих в Европе, а как насчет наших парней, которые выступают в Российской премьер-лигии? Кто для тебя пример? Ну, для меня пример, конечно, наш капитан Дима Баринов, потому что достаточно характерный, дисциплинированный футболист. Вот, как на поле, так и за пределами футбольного поля. На футбольных полях он достаточно рационален и помогает всей команде. И подсказывает, и если надо, то по делу, так сказать, напихает. Люблю этот вопрос. Представь себе ситуацию, ты оказался на необитаемом острове. Какие три предмета ты бы взял с свободного необитаемого острова? Предметы именно? Да, три предмета. Еда, мяч. Не, даже еда слишком общая. Конкретизируй. Так, ну, конкретизировать. Да. Из еды. Ну, ладно, из еды сейчас подумаем. Нет, три предмета. Мяч, мяч футбольный. Раз. Ну, буты там не нужны, там, и как бы без буты справимся. Ворота. Ворота из еды. Не знаю, лазанья. Расскажи мне, что тебя мотивирует в жизни, в футболе? Мотивирует? Ну, опять же, поводом для мотивации, мне кажется, для каждого футболиста и человека может быть такой футболист, как Рейсиан Роналду, потому что он невероятно мотивированный и дисциплинированный на периоде всей своей жизни. Мотивация состоит из того, что каждый день, с каждым днем становится лучше, как в футбольном плане, так и в жизни. В футбольном плане, понятное дело, как я сказал, нет предела совершенства. Мотивирует победы, достижения и статус футболиста. Раз мы говорили про три предмета, а какими тремя словами ты бы себя характеризовал? Дружелюбный, веселый, отзывчивый. Супер. С кем с кем дружишь в команде? С кем ближе всего общаешься? Ближе всего, ну, с молодыми, понятное дело, кто сейчас особо так, ну, как-то общие темы есть. Даже, может, с кем-то там как-то пересекались, опять же, в интернате с Артемом Карпукасом. Вот, так, ну, со всеми как-то по чуть-чуть, с Артемом Дзюбой даже. Он постоянно какие-нибудь там шутки травит и так далее. Ну, как-то с ним не поговорить. Как появление вообще воспринял Артемов? Ты не волновался, что приедет такой мастерюга? Да нет, когда такие мастера, как Баринов и Миранчук, Жмельдинов в такой команде есть. Еще от появления такого, еще одного мастера, волнения не было. И в заключительной части нашего интервью хотел бы тебя поинтересоваться, какая у тебя мечта? Мечта? Мечта. Ну, понятное дело, получить золотой мяч. Других пока, да я думаю, не будет. Пока только одна мечта. Субтитры сделал DimaTorzok